В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Европейское космическое агентство опубликовало снимки с места крушения посадочного модуля Skiaparelli, который был отправлен к Марсу в рамках российско-европейской миссии ExoMars. Теперь это не только черно-белые снимки, ранее их, напомним, предоставляла НАСА, но и цветные фото. Пусть и не слишком четко, но все же видно место катастрофы, а именно кратер, который создал аппарат в результате падения. Напомним, из-за ошибки программного обеспечения посадочный модуль слишком рано отстрелил парашюты. Кроме того, маневровые двигатели работали всего 3 секунды вместо положенных 30. В итоге Skiaparelli не успел затормозить и буквально врезался в поверхность Марса на скорости около 200 км в час. Зонд разлетелся на куски. Специалисты Европейского космического агентства, которые сейчас расследуют инцидент, сделали анимацию из снимков, снятых в период с 25 октября по 1 ноября. На кадрах можно видеть непосредственно сам Skiaparelli и то, как колышется его парашют на ветру. Мировые поставки планшетов падают второй год подряд. Таковы данные исследования аналитической компании IDC. В третьем квартале нынешнего года было отгружено 43 миллиона устройств, тогда как годом ранее показатель был выше почти на 15%. Расклад сил на мировом рынке планшетов за год практически не изменился. На первом месте Apple, которая, по сути, и создала эту нишу. Компания за год увеличила долю с 19,5% до 21,5%. Далее на второй строчке находится Samsung. Компания немного сдала позиции. Рыночная доля упала с 16% до 15%. На третьей позиции Amazon, которая у нас свои планшеты не продает. Компании удалось нарастить долю со скромных 1,5% до 7%. При этом стоит отметить, что показатели в штуках у всех указанных производителей снизились по сравнению с прошлым годом. Падает спрос, так как планшеты имеют длинный жизненный цикл. Пользователи не меняют их так часто, как смартфоны. Как итог, не только снижение поставок, но и замедление развития планшетов. Некоторые компании урезают модельный ряд, другие же перестают обновлять свою линейку планшетов. Так, к примеру, Apple, ранее ежегодно осенью представлявшая новое поколение iPad, в этот раз не показала ничего. Samsung отложила выход своего следующего флагмана Galaxy S8 до апреля. Напомним, изначально предполагалось, что девайс представят в феврале на выставке MWC. Но, как сообщает The Wall Street Journal, южнокорейский гигант решил повребенить с релизом, несмотря на необходимость поскорее реабилитироваться после катастрофы с Note 7. Смещение сроков обусловлено, во-первых, еще незавершенным расследованием причин возгорания и взрывов смартфонов, а также желанием как следует допилить Galaxy S8, чтобы уж здесь никаких осечек не было. По данным издания The Wall Street Journal, в смартфоне может появиться специальная кнопка для запуска голосового помощника. Она будет расположена на боковой кромке корпуса. Напомним, в октябре Samsung приобрела компанию Veef Labs, основанную создателями Siri. Ее детище под названием Veef и ляжет в основу голосового помощника в Galaxy S8. По словам представителя Samsung, платформа будет открытой, и разработчики сторонних приложений смогут интегрировать с ней свои сервисы. Также ожидается, что в новом Galaxy S8 сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей, который займет всю переднюю панель. Значительные изменения традиционно планируются и по железу. Остается надеяться, что цена на смартфон, несмотря на все эти инновации, не будет слишком уж высокой. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.